Дерево. Я вот еще подрисовала листочки и птички нарисовала, и солнышко. Это Диана. Ей 15 лет, диагноз ДЦП. Девушка помогает родителям по дому, любит рисовать и обожает животных. У нее кот и три собаки, одна из которых Алабай. Вера была маленькая, она жила дома до зимы, чтобы вырасти. То есть она ложилась возле холодильника и ноги так растягивала и спала всю ночь. Или у меня на коленках. У Дианы есть сестра-двойняшка Эвелина с более тяжелой формой заболевания. Сейчас девочки и еще две семьи проходят реабилитацию в рамках благотворительного выезда, где с ними работают психологи, педагоги и волонтеры. Это первый подобный выезд в Алтайском крае. И возможным он стал благодаря помощи неравнодушных людей. Можно сказать, это пилотное мероприятие, цель которого показать, какая помощь нужна детям с неизлечимыми заболеваниями на регулярной основе. Наши дети сейчас почувствовали облегчение. Им хорошо. Видно, что и улыбаются, и как-то и ручками что-то пытаются, там цветочками играет уже. Случаев ДЦП в Алтайском крае немало, но есть и дети с редкими генетическими заболеваниями, которые сложно диагностировать. У Вероники синдром Ли. Страдает нервная система и процессы метаболизма. У Вероники произошел метаболический криз, следствие реанимации и установка трахеостомы. И вот первый раз мы попали в палеотивное отделение как раз в прошлом году летом. Когда ты становишься палеотивным пациентом, двери вокруг начинают закрываться. В плане того, что специалисты, они уже так напрягаются. Да, что есть риски у ребенка. И не каждый специалист обладает квалификацией. Вероника на учете в палеотивном отделении больницы Барнаула. Получает базовые медикаменты, расходные материалы и оборудование. Дополнительные витамины приходится заказывать. В обычной аптеке их не купишь, а российский аналог не так эффективен. Но самое главное, подчеркивает Александра, закрылись двери к оказанию социальной помощи. ЛФК, психолог, логопед. А это Женя. Ему 12, у него синдром Костелло. Случай один на миллион. Родители ежемесячно тратят порядка 60 тысяч на уход и реабилитацию. Не всегда родители с тяжелыми детьми могут прийти в поликлинику, проставить уколы. 20 штук там, да, курс, например. Я могу, допустим, поставить уколы. Капельницу я не могу поставить. Хочется, чтобы в городе у нас привлекли внимание всех, кого можно, что какой-то хоспис или как-то его назвать, да, вот центр такой палеотивный, чтобы там дети, ну даже и взрослые от нуля до 35 могли получать вот такую помощь, необычную какую-то, с привлечением специалистов. В то же время комфортное пребывание, потому что вот когда мы в реанимации, что, кстати, очень актуально, у нас в крае нет реанимационных палат, где мама может быть с ребенком находиться. В рамках благотворительного заезда семьи как будто репетируют необходимые условия. Здесь дети живут с родителями, они проходят реабилитацию, ходят на массаж, занимаются арт-терапией. Все это и нужно проводить в рамках специального центра. Семьи говорят, что в таких хосписах пациенты пребывают в отдельных палатах, проходят различные методы лечения, адаптированные индивидуально под каждое заболевание. Кстати, в других регионах такая практика имеется, например, в Уфе. В Алтайском крае такого центра нет. И сейчас эти семьи благодарны за возможность участия в шестидневном слете его организаторам и спонсорам. В Алтайском крае проживает около 300 детей с палеотивным статусом. И каждый родитель стремится сделать качество их жизни лучше. Поэтому они надеются, что в скором будущем в Алтайском крае появится такой хоспис. И даже готовы приложить усилия к его созданию. Ведь все это ради детей. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова